Денис. Он не проснулся. Это его сознание вдруг взвыло тревожной сиреной над телом, которая плавилась в огне. Внизу трещала и ломалась кость, как под ударами топора. А вся голова вообще стала сплошным сгустком боли. Затуманенный взгляд находил только белый потолок и большое окно, залепленное снаружи то ли снегом, то ли бинтами. Денис. Коснулась его лба лёгкая ладонь. Надо просыпаться. Приехала помощь. Только не беспокойся. Мы тут, с тобой. И он рассмотрел в клубах собственного жара зелёные глаза, рыжие волосы. И всё вспомнил. Настя. Её сказочный ребёнок. Его Дениса. Дикая, зловещая беда. Настя подняла его голову и поднесла к губам стакан с холодной водой. Денис глотнул. Постарался вздохнуть и окончательно осознать, что он ещё тут, на земле, а не там. Лицо Насти он видел всё чётче, яснее. «Ты плачешь?» – спросил он. «Что случилось?» «Да просто нервы», – ответила она. «Мы не отходили от тебя ни на секунду. Тебе было очень плохо. Я боялась. Но они приехали. Игорь привёз. И всё с ними. Аппаратура, препараты, инструменты». «Денис». Подошёл к ним мужчина в очках. «Я Игорь. Учитель Артёма и друг семьи. Я привёз сюда хирурга с ассистентом, медсестрой и всем тем, что к этим людям прилагается. И это не просто хирург-травматолог. Это известный профессор Волгин. Так повезло, что мы знакомы. Я готовил его дочку к поступлению в университет. Мы, конечно, задержались. Мне пришлось часов пять ждать, когда Виктор Петрович освободится после срочной тяжёлой операции. Очень боялись опоздать. Настя звонила и рассказывала, как поднимается температура. «Но мы тут. Я уверен, что всё будет хорошо». От двери раздался громкий командирский голос. «Работаем, коллеги, включая пациента. Женщину и ребёнка попрошу уйти на прогулку. Можете сходить в кино в ресторан, но раньше, чем через четыре часа не возвращайтесь. Игорь, помоги людям раздвинуть этот стол и поставить в центре комнаты. И покажи все розетки для аппаратуры и наших источников света». Хирург-профессор подошёл к дивану. Внимательно посмотрел на неожиданного пациента и проговорил. «Приветствую вас, Денис Кратов. Вижу, дело плохо. Но кто же нас позовёт туда, где всё хорошо. Рассчитываю на сознательное сотрудничество». Настя с Артёмом метались по двору, дорожкам, скверу, подчиняясь только внутреннему ритму и даже не договариваясь о маршруте. «Мы так ещё никогда не гуляли», – только и сказал Артём. «Так мы и не гуляем», – ответила Настя. «Мы пытаемся заполнить время ожидания. Ты не замёрз? У меня уже руки окоченели. Варежки забыла. Может, на самом деле сходим в кино? Недалеко отсюда большой кинотеатр. Там даже два зала, да ещё предбанник с игровыми автоматами». «Можно?» – без энтузиазма ответил Артём. «Я не замёрз пока. А сколько ещё ждать, пока закончатся четыре часа и можно будет пойти домой?» «Меньше, конечно, осталось». Настя посмотрела на дисплей смартфона и вздохнула. «Всего три часа и пятнадцать минут». Они купили билеты на сеанс, который уже начался, не спросив названия фильма. Зал был не совсем пустым, что в будний день, видимо, объяснялось лишь холодом и мокрым снегом. Фильм оказался на редкость пустым и нудным. Артём зевал и прижимался к маминой руке, как котёнок. У Насти ныло сердце. Ребёнок не спал всю ночь. Да и не ел нормально. И это кроме сильного потрясения из-за ужасных событий. Но они выносили пытку искусством до тех пор, пока сзади не начали кашлять, а рядом чихать. «Пойдём отсюда, дорогой», – взяла Настя сына за руку. «Не хватало ещё подцепить тут вирус». В кафетерии, куда они пришли, кофе с молоком оказался холодным и безвкусным, ватрушка засохшей, а её наполнитель меньше всего был похож на творог. Настя отодвинула всё это подальше от Артёма, расплатилась и с досадой произнесла. «Какой же надо быть дурой! Я забыла взять для тебя хорошую еду и термос с горячим какао». «Ты злишься, мама?» – участливо спросил Артём. «Ты злишься из-за того, что Денис пришёл к нам и оказался таким раненым, да?» «Я злюсь», – ответила Настя. «Но я рада, что он пришёл именно к нам, а у нас есть Игорь. Я злюсь на то, что случаются такие ужасные вещи. Я злюсь на несправедливость, жестокость. На то, что даже такой большой и сильный мужчина, как Денис, может оказаться беспомощной жертвой чьей-то ненависти. И на то, что именно из-за этой чужой и чудовищной злобы мой ребёнок не спал всю ночь и по-прежнему переживает. Знаешь, о чём я мечтаю в эту минуту? Только о том времени, когда наконец покормлю тебя в тепле и тишине, а потом послушаю, как ты сладко дышишь во сне под одеялом». «Хорошая мечта», – согласился Артём. «А сколько нам осталось ждать?» «Да, в общем, совсем ерунда. 35 минут. Мы пойдём к дому медленно и зайдём в магазин, в котором ещё есть свежая малина. Тебе сейчас это будет очень полезно. И вкусно. А что будет с Денисом? Его, видимо, увезут в хорошую больницу. Хочется думать, что операция была успешной. И что теперь всё хотя бы не очень плохо». «Ты о том, что этот важный доктор не отрезал Денису ногу?» «Ох, ну примерно. Тогда пошли быстрее. Мы дадим ему с собой малину и скажем, что приедем в больницу». «Зачем приедем?» «Чтобы он нас увидел. Потому что ему опять будет плохо без нас. Он же сказал, что мы – это все, кто ему нужен. Это был просто момент покоя в его несчастье. Ему страшно было думать обо всех, кого знает. Мы – другое дело. Мы только открыли дверь. Тебе его жалко?» «Очень», – убеждённо ответил Артём. «Меня даже немного тошнит от этого». «Боже. А ведь это ты его спас. Один. Я бы не открыла дверь ночью, если бы ты не потребовал. В какой странной истории мы с тобой оказались». «Опять ты шутишь? Конечно, ты бы открыла». Денис пришёл в себя после наркоза. Он не чувствовал не только ног, но и головы. Только тёмный глухой гул над глазами. Но раз он видит очертания большого человека в голубом халате с лицом, похожим на Луну, значит, голова на месте, а в ней уцелели какие-то мозги. «С возвращением», – произнёс доктор Волгин, стараясь говорить медленно и отчётливо. «На данном этапе мы сделали всё, что могли. Разумеется, обнаружились проблемы, которые ещё предстоит решать. Но впереди у вас отдых и восстановление». «Прошу ответить сразу». «Как вас зовут?» «Денис Кратов». «Замечательно. Как зовут хозяйку этой квартиры?» «Настя», – вспомнил Денис. «Просто отлично. А какой сегодня день?» «Не знаю». «Так и я уже не знаю. Столько ночей пришлось работать. Так что можно сказать, первый тест вы прошли. Сейчас сестричка сделает вам нужные уколы, подпитает ваш мозг, который, к счастью, серьёзно не пострадал, но в значительной степени потрясён. А потом я объясню, куда мы поедем и как я смогу поучаствовать в решении ваших проблем и осуществлении идей. «Легко не будет, вам никто не позавидует. Но вы больше не один. А вот и хозяева вернулись с принудительной прогулки, в которую я их отправил. Хотите на них посмотреть?» «Рыжики тут», – выговорил Денис. «Хочу». Настя и сын вошли в свою бывшую гостиную, которая превратилась в хирургическое отделение, босиком, с бледными, отмытыми до сверкания лицами, на которых крошечными звёздочками сияли мелкие веснушки. Руки и ноги они помогали друг другу оттирать щётками, повторяя страшное слово «инфекция». «Привет, Денис», – прошептал мальчик, со страхом разглядывая бинты, трубки, ещё не убранные инструменты. И тут же повернулся к доктору, строго спросил. «Вы не отрезали Денису ногу?» «Как же я мог так поступить, не обсудив это с тобой?» – абсолютно серьёзно ответил Виктор Петрович. «Ты же у нас главный спаситель». «Хорошо, спасибо», – ответил Артём. «Тебе очень больно». Подошёл он к Денису ещё ближе. «Вообще не больно. Лежал, как бесчувственное бревно, пока вас не увидел. Я рад». Денис прикрыл глаза, которым вдруг стало горячо. «А теперь попрошу хозяев выйти в другую комнату и закрыть там дверь. Нам нужно готовить пациента к транспортировке. Попрощаться нам будет некогда, так что скажу главное сейчас. Вы спасли человеческую жизнь в самом прямом и великом смысле. Гибель от гангрены, общего заражения крови и тяжелейшей черепно-мозговой травмы была совсем рядом с ним. Повезло, что черепушка оказалась крепкой, и булыжник весом, наверное, больше килограмма не разрушил мозг. Но повреждение серьёзное. Да и коленный сустав частично раздроблен. «Вы, Анастасия, всё делали правильно. Игорь тоже, захватив меня практически в заложники и притащив сюда со всем оборудованием. А ты, Артём, просто мой герой!» Игорь рассказал, как ты требовал, чтобы мама открыла дверь перед чужим окровавленным человеком. Как сторожил у камеры, чтобы бандиты не пришли за своей жертвой. И как же это хорошо, что настолько милых людей природа так весело раскрасила. Вот визитка с моими телефонами. Звоните по любым вопросам. О посещении Дениса договоримся. Продолжение следует... Продолжение следует...